Мы находимся в одной из красивейших бухт Крыма, в бухте Нового Света. Она называется «Зелёной». Вы спросите, почему? Для ответа на этот вопрос нужно погрузиться под воду. Сама «Зелёная» бухта – это прекрасный пляж. Недаром в посёлке Новый Свет так отлично отдыхать летом. Горы закрывают пляж с трёх сторон. Под водой, в центре бухты, дно в основном песчаное. Свет воды здесь действительно зелёный. Отчего? Ответ на этот вопрос нужно искать на дне. Бухту обрамляют два скалистых мыса. Один – со стороны Судака, другой – со стороны Голицынской тропы, идущей вдоль берега к мысу Капчик. Скалы, покрытые различными водорослями, уходят в глубину до 10-12 метров. В основном на камнях растут бурые водоросли, но есть и зелёные, такие как ульва. Здесь везде снуют мелкие рыбки. На глубине более 10 метров дно становится ровным. Здесь живут бычки. Некоторые особи довольно больших размеров – 18-20 сантиметров. Песок – излюбленное место рыбки-барабульки. Рыбаки называют её султанкой. Наверное, за отменный вкус этой рыбы. Тут же на песке можно встретить морскую корову. Когда она охотится, то зарывается в песок. Ещё один хищник, тоже скрывающийся в песке – морской дракон. Если не тревожить дракона, то он подпускает очень близко, что позволяет полюбоваться его разноцветной раскраской. Экология морей и океанов уязвима, и наша задача – охранять её. Автономный дыхательный аппарат на сжатом воздухе, изобретённый кустом в середине XX века, позволяет аквалангисту влюбоваться подводными обитателями около одного часа. Вот каменный краб спешит куда-то, двигаясь боком по скалистому дну. Морская раковина рапана, в сущности большая улитка, тоже продвигается по своему маршруту. На песчаном грунте расположилась рыба-игла. Многие путают её со змеёй, но она безобидна и является родственницей морскому коньку. Камни, покрытые зелёным ковром водорослей – вот одна из причин того, что с суши цвет бухты кажется зеленоватым. Под самой поверхностью проносятся небольшие стаи черноморской кефали. Мощные, красивые серебряные рыбины сверкают в солнечных лучах, пронзающих синеву морских вод. На камнях растут некрупные мидии. «Где же крупные?» – спросят любознательные туристы-ныряльщики. Это тема отдельного рассказа. Продолжая погружение в центре бухты, среди донных камней мы часто встречаем крупных каменных крабов. Черноморский краб вырастает в ширину по панцирю до 15 сантиметров. Тут же в расщелине поселилась зелёная морская актиния. Рыбки-зеленушки ведут осёдлый образ жизни. Они создают семью возле каменистых укрытий, где прячутся в случае опасности. В правой части Новосветовской бухты, вдоль береговой линии, лежат крупные валуны. Свал в глубину здесь крутой, поэтому глубина в 20-30 метрах от берега составляет уже более 10 метров. Вездесущие медузки-аурелии плавно проплывают в толще воды. На кромке камней и песка много небольших рапанов. С древних времён бухта использовалась как стоянка для торговых судов, приходящих в Крым из городов Римской империи и Византии. Каждый год археологи проводят в Зелёной бухте подводные раскопки. По результатам раскопок и находкам был сделан вывод, что в правой части бухты затонуло одно или два судна. Согласно историческим данным, одно из них – торговая пизанская галера. В архивах были найдены документальные свидетельства, что сражение, в котором было сожжено судно, произошло 14 августа 1277 года. На месте гибели нашли обгоревшие доски и остатки такелажа. Галера лежит на глубине 13-14 метров. Археологи осторожно убирают камни, размывают ил и песок. Почти за тысячу лет море полностью разрушило корпуса судов. Побитая керамика в перемешку с камнями разбросана на большой площади более чем 100 на 100 метров. Здесь археологов ждут замечательные находки. Поливная керамика, тарелки, различные сосуды – от небольших амфор до громадных пифосов. Конечно, все найденные артефакты требуют реставрации, прежде чем попадут в музеи. На раскоп приплывают сотни зеленушек и барабулик. Для них поднятый ил и размытый песок – настоящий подарок. Тут есть чем поживиться – от морских червячков до небольших рачков-бокоплавов. Поднятые со дна зеленой бухты и отреставрированные экспонаты можно посмотреть в Краеведческом музее города Судака и в Музее подводной археологии в городе Феодосии. Эти экспонаты дают ученым информацию об истории и географии торговых связей Крыма с другими государствами. Краеведческий музей Черное море – это целая экосистема, в которой встречаются сотни разновидностей водорослей. Зеленые водоросли, светлый песок на неглубоком дне, отражающий солнечный свет – все это придает воде зеленоватый цвет. Водоросли, энтероморфа, гладофора, белые кружевопадины павлиньей, напоминающие грибы-вешенки, присущи экосистеме Новосветовской бухты. Аквалангисты поднимаются к поверхности, следуя вдоль камней свала. В летний сезон в бухте очень много моторных лодок, поэтому для безопасности выходить нужно в том же месте, где и заходили. Субтитры создавал DimaTorzok Глоток свежего воздуха подсказал еще одну мысль. Ну, конечно, надо сказать, что бухта Нового Света названа зеленой не только из-за оттенка морской воды, но и потому, что вокруг, с трех сторон, горы покрыты зеленым ковром леса. Вечно зеленые крымские сосны, лавр, земляничник, можжевельник обрамляют эту жемчужину Крыма – зеленую бухту. Съемки подводного мира крымских берегов, а их протяженность более тысячи километров, будут продолжаться. Это была программа «Голубой континент». Субтитры создавал DimaTorzok